Глава пятая И сказал Тавия в ответ ему, Отец мой, я исполню все, что ты завещаешь мне, но как я могу получить серебро, не зная того человека? Тогда отец дал ему расписку и сказал, Найди себе человека, который сопутствовал бы тебе, я дам ему плату, пока еще жив, и ступайте за серебром. И пошел он искать человека, и встретил Рафаила. Это был ангел, но он не знал, и сказал ему, Можешь ли ты идти со мною, враги медийские, и знаешь ли эти места? Ангел отвечал, могу идти с тобою, и дорогу знаю. Я уже останавливался у Гаваила, брата нашего, и сказал ему Тавия, подожди меня, я скажу отцу моему, Тот сказал, ступай, только немедлий. Он, придя, сказал отцу, вот я нашел себе спутника. Отец сказал, пригласи его ко мне, я узнаю, из какого он колена, и надежный ли спутник тебе. И позвал его, и он вошел, и приветствовали друг друга. Тавид спросил, скажи мне, брат, из какого ты колена, и из какого рода? Он отвечал, колена и рода ты ищешь, или наемника, который пошел бы с сыном твоим. И сказал ему Тавид, брат, мне хочется знать род твой и имя твое. Он сказал, я Азария, из рода Анонии Великого, из братьев твоих. Тогда Тавид сказал ему, брат, иди благополучно, и не гневайся на меня за то, что я спросил о колене и роде твоем. Ты доводишься, брат, мне, из честного и доброго рода. Я знал Анонию и Ионафана, сыновей Семея Великого. Мы вместе ходили в Иерусалим на поклонение с первородными и десятинами земных произведений, ибо не увлекались заблуждением братьев наших. Ты брат от хорошего корня. Но скажи мне, какую плату я должен буду дать тебе? Я дам тебе драхму на день и все необходимое для тебя и для сына моего. И еще прибавлю тебе сверх этой платы, если благополучно возвратитесь. Так и условились. Тогда он сказал Тави, будь готов в путь и отправляйтесь благополучно. И приготовил сын его нужное для пути. И сказал ему, отец, иди с этим человеком. «Живущий же на небесах Бог да благоустроит путь ваш, и ангел его да сопутствует вам». И отправились оба, и собака юноша с ними. Анна, мать его, заплакала и сказала Тавиду, «Зачем отпустил ты сына нашего? Не он ли был опорою рук наших, когда входил и выходил пред нами? Не предпочитай серебра серебру. Пусть оно будет, как ссор в сравнении с сыном нашим. Ибо сколько Господом определено нам жить, на это у нас довольно есть». Тавид сказал ей, «Не печалься, сестра, он придет здоровым, и глаза твои увидят его, ибо ему будет сопутствовать добрый ангел. Путь его будет благоуспешен, и он возвратится здоровым».